Что кукаде равно дельтам, а кукаде не следует аксор, и есть такой переход, что из кукаде, тита, по этому слову кукаде, мы переходим к состоянию кукады. Это вывода по определению. Смотрите, что мы можем сделать. Это приближет у нас на множество степени. Так, теперь давайте собирать. Что у нас у нас трансформируется? Удивление, что вот эта вот история у нас трансформируется, что мы с вами можем из кукады, тита, по чертам слову кукады, уже автоматически перейти в кукаде и все. А это означает, что мы можем из кукаде и все перейти в кукаде и все. Это все автоматически. И тогда, объединяя эти кукады и все две фигни, мы получаем, что из состояния кукаде и кукаде, мы переходим к состоянию кукаде и кукаде. Да, то есть вот эти кукадочки, которые у нас с вами втюзнули из-за штриха, мы заменили их для автоматации. Так? Окей? Понятно? Ну и, значит, теперь давайте я запишу, что у нас получается. Ну давайте это назвать группа. А вот это у нас назвать группа один. И тогда у нас получается, что существует такое лучшее, преодолевающее F, что из G 0, 2, 1, 0, и, 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 0. Дальше, опять же, по свойствам 2, мы находим до состояния с вами Qmd, и потом, по свойствам 1, мы находим с вами до Qmd. А это что значит? Мы нашли будет до завершающего расстояния, до завершающего. Но осталось это сделать. Слово, которое у нас есть, от режима, давайте сдаваем лицом исходного фабада. Так, давайте собирать. Это, на самом деле, нравится казатель. В одну сторону. Давайте задавайте вопросы. Потому что здесь может быть такая степень хармонизма, что вас это может, как Андрей Михайлович, в комнате. По сути, кажется, понятно. То есть, смысл вы когда-нибудь все понятен. Но вот, если меня спросить, что значит ажи и сила, я бы ответил. Ну, вот, тут самая сложность этого курса, это в том, чтобы научиться вот этой вот истории. Вот это вот. Перевести в формальный язык. Вот, вот это вот. Т.е. мы просто аккуратненько сели и про предвление университета. Да? Напоминаю, что самое важное, чтобы вот тут не упасть, это помнить предвление конфигурации. Да? А предвление конфигурации, это значит, что мы в каком-то состоянии автоматике нам находим, надо обработать. Нам заплату нужно прочитать из этого слова. Да, и дальше, используя аппарат, связанный с конфигурацией, мы с вами все легко и сложим. Ну, в первую точку, на математический язык, все можно формально переводить. Вот. Вот, да. Давайте задавайте вопросы. А если слово входит в язык автомата, как это называется? Раздается автоматом? Распознается автоматом. Да? Потому что, это же опять же, помните, машину тюрема выдавали? Да? Мы там подавали обычно набор слов, которые там подходят под включение членов инфекции. Это же вся автоматическая цифра. Что? Если у нас есть цифры, то вот здесь у нас есть цифры, у нас есть цифры. Вы подавали слов? Нет. В принципе, то есть, из состояния, и все в состоянии, и вот так вот, как бы, повышено зацепление. Но... Просто цифры. Ну, давайте пример, как раз. Давайте посмотрим, как мы все здесь рисуем. Опять же, тут завершающего состояния нет. Посмотрите. Вот для этой решения мы можем пройти по Эпструму и пройти по А. Да? Пройти по Эпструму и пройти по А. Поэтому мы добавляем реглова А сюда. Дальше. Вот здесь реглова А сразу проходит. Те переходы, которые у нас были в условном клавате, они остаются. Так? Теперь смотрите, для вот этого состояния. Перешли по Эпструму, пришли по Эпструму, перешли по А. Вот это и вот это факт. То есть, смотрите, если у нас есть Эпструм-цикл, то мы просто из каждого реглова, из каждой машины проводим переход. А как мы до этих сцен, после мы доберемся? Здесь мы никак не могли добраться. Давайте еще одну штуку. Здесь один. Есть циферка. А, давайте обозначим. Вот мы тут, ну, первый конкурс, могли из земля, из бешеного 1 на 3, из единицы бешеного 1 на 3 добраться. А во второй, когда мы упростили, вы не можете. Да, мы не можем. Ну, по сути, ну, такая, как раз то, что обычно смотрится на то, как мы в этот цикл пришли. То есть, нам не важно, что мы изнутри, ну, внутри, ну, какой-то лучший цикл. Можно сказать, что с боевым самым не выбирались. Но, по сути, ничего слова не дописывали. То есть, нам важно войти. Ну, а если мы, допустим, хотели перебраться как-то... Ну, вот представьте, у вас круговой разворот. Ну, круговая развязка. Знаете, что пример? У вас есть круговая развязка. Когда у вас, например, четыре народа, да? У вас видели какие-то разъезды? Вот. Вам смотрите. Чтобы добраться... Вот. Допустим, этот круговой разворот. Разъездка шла в эту сторону. Вот. Часовая света. Вам что нужно было, чтобы добраться от этого угла? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. 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 Лёх, он запустил проект. Т.е. пройдет по всему циклу, да? И с этого поговорим следующее. А нафига мы проезжаем после цикла, да? Когда мы можем, в принципе, эту круговую развязку сделать многому уровню, ему rhetoric. И, по сути,alamандат каждого había или каждого детей. Провести очки. Правильно. У меня получилось, то ли вопрос будет проходить youtube, я говорю... И да? Да, у меня находится. Получается, из тех, которые приходят в ноль, Мы должны провести вот и вверх, вот во второй конфигурации и вверху вершину, и вот в среднюю вершину. То есть мы... Вверх или? Вот во второй конфигурации все вершины, из которых происходит А, мы во всех них должны будем эти ребра провести снова. Ребра В? Да. Нет? Тут история такая, что мы опираемся на то, как мы выходили в этот цикл, а не то, как мы будем выходить в этот цикл. То есть история такая, можно, по-моему, сделать по-другому, провести все переходы отсюда так, чтобы потом мы могли спокойно выехать из цикла. А мы можем сделать иначе. Да? Мы, по сути, зашли в этот цикл, да? И потом сразу построить все выходные циклы. И кому-то просто сверечь, что ли? Почти. Там просто могут быть разные работы эти циклы. Да, получается, право, если ты имеешь в виду? Ну да. Да. Наверное. А зачем нам пришли на один-два? Да. Ну а вдруг у них какие-то другие решения проходили? Нет. Какие-то другие решения проходили. И тут, допустим, есть какой-то поход. Там будет цикл. А? А? А этот цикл уже пройдет. Нет. Ну, смотрите. Тут история такая, что это мы рассматриваем для произвольного случая. И важное замечание, на которое правильно говорят, что, если, допустим, из вершины теперь нет входа, да, то мы его можно просто натурство удалить. И при этом у нас ничего не поменяется. Вот, допустим, сразу говорим, если вы будете заправить в компьютере этот алгоритм, да, у вас там получится, что сразу огромное количество решений нужно, просто будет не нужно. После того, как вы уберете все переходы. То есть мы можем их удалить, либо слезть удалить? Ну да, обычно удаляем. Вот, два из-за алгоритм, кстати, поговорим. Наш курс еще и практический. Посмотрите. Теперь мы можем сделать такую историку. Вот, представьте, что у нас есть автомат N, который мы как-то построили, и слово V, которое придается на вход. И нам нужно построить алгоритм в том числе. А какие-то слова раздумаются автоматы или нет. Давайте подумаем. Что мы можем сделать? У нас есть произвольный автомат. Ну да, и там понадобится, может быть. Ну да, и там понадобится, может быть. Ну, только не совсем. Может быть. Да, и при этом какое упрощение у нас здесь мы? А? Нет, нет. Тренировать пока я не умею. Что мы можем сделать для обхода? Ну, а какой теме мы сейчас только что-то сказали? Да, мы можем сделать только оборудованный перекод. Это нам и займёт какой-то момент времени. Да? А теперь смотрите. Вот у нас есть слово какое-то. Слово V, 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 V. Смотрите, что мы можем сделать. Ну, в общем, на самом деле, с точки зрения много одного буквы, да, мы можем теперь пересчитать и нужно сформировать только в V, V, V. Давайте обозначим его уклоны. Ну, если это все эти состоятельные, в которые мы можем перейти, то, а, как мы так. А? Сколько это времени мы займём? Максимум. Ну, V, 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 V. Ну, V и V, 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 V. Ну, утверждается, что количество переходов. Максимально. Если это вам большое, то количество переходов. Почему? Потому что мы просто на каждой вершины пытаемся перейти по тех переходам, которые есть этому плану. Таким образом мы можем с вами перестроить Q1. Причем дальше сделать такую вещь, а Q1 будем хранить как массиво. То есть у какого-то у нас вес не питает, но это у нас A1. Это просто будет эффективнее считать, вместо того, чтобы это все эти хранить. Теперь смотрите. Будем строить Q2 в бельта от Q1 в F. Сейчас Q1 в F1 в F2. Да, да, да. Что-то мы вызываем, чтобы все переговоры на уровне. Дальше мы строим дельта Q1 в F2. Это вообще-то такая страшная вещь. Q из Q1 в бельта Q1 в F2. То есть мы доказываем ребра. Для каждого решения взносства U. Смотрим, куда она переходит. Смотрим Q2. И дальше мы это все пересчитываем. Это мы уже перескали с неравномутренным переходом? Да, 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 конечно же. Мы сразу говорим, что у нас автомацию строим. Первый шаг алгоритма строим автомацию. Там будут переходы. Вот, давайте. Вот. Первый шаг. Все, пока она будет переходом. А дальше будем строить 5. Вот, давайте пойдем осень точек перехода от Q1 в Q2. Какую сложность? Что нам нужно сделать здесь? Молчь. Нет, все не почитаем. Проверить все переходы по WK-1? Да. Надо проверить все переходы. Вот. Мы берем переходы, пишем на Q. Берем все переходы, которые мы можем пройти. Переходы пришли на множество Q, H? Да, вы помните, как у нас написано, как у него ГУРВК. Ну, ГУРВК, ну, СОНИТ. А? Ну, типа да, это типа МФС, но давайте, наверное, сможем с этого переходить. Ну, можно сказать квадрат, а можно на самом деле сказать, что тут тоже будет большая мощность этого. Сейчас. Вот упреждение, что группа большое, относит в одну, в одну, в одну, в одну, в одну. Потому что каждый огромный эффект проверим более одного раза. Да? То есть, тут такая эффекта. Последний шаг, который нам нужно будет сделать, проверить, что у n пересите с n не пустое множество. Да? Ну, то есть, множество, для решений, на которых мы пошли к ГУРВК, оно не пустое. И вот токи у нас катаются, токи по времени не получаются. А пространение кальтика с однопуквыми переходами? Да, сейчас поговорим. Давайте у нас сначала про это поговорим. Да? Да? Ну, к сожалению, что это для нас снова, как мощность буквы с мощность d. Да? То есть, на каждую букву мы затрачиваем вот такое вот количество переходов. Ну, как количество времени. Вот. Да? А теперь давайте рассуждать. Это у нас получается время. Да? Да? А теперь давайте рассуждать. Это у нас получается время. Да? Да? То есть, мы закидываем слово, когда мы в какое-то время находим. Слово, скажем, что это автомат. Да. Это мы можем теперь делать онлайн. То есть, на каждой группе будет разница, как то количество населения. Ну, что на поясине занятостью вот... ...ээээ... ...эээ... 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 Ну, я же говорю. Это все вершины, все состояния, из которых мы можем попасть из вершины в полночь по словам, как угроза. Вот здесь это муку. То есть, все переходы получаются. А по всему что? Ну, он может, что он купит, может, что это это? Вот здесь хочешь ну курку, хочешь ну это, а? Ну, смотрите, давайте посмотрим, какой цепь набор вершины... ...эээ... ...все ремонты, которые забывают курт. Вот. А здесь у нас есть юристкиносит, в которых мы будем включать в вашей токаре, в таких советах. Да? Ну, сколько... ...такая оценка, на сколько количество рёб? Ну, светлый был. Мне кажется, что это у большого этапа, конечно, переход. Надо вот здесь. То есть это у нас с вами в кампус возник. Здесь мы с вами с вами вопросы. Да? Но мне еще нужно поставить у большого этапа туда, для того, чтобы пробежаться по этому, и по тому результату будет действительно бюджетный массив. Ну, бюджетный массив. Ну, бюджетный массив выглядит много. А вот и получается. Это бюджетный. Модуль куб плюс модуль д. Вот. Теперь давайте, пока мы берем, разберем, как сделать автоматскую машину для иконы. Итак, тут нам нужно первое, что сделать, это убрать, сделать все переходы не более равнодушными. За какое время мы это можем сделать? Тут сложно. Смотрите. За полное шлое от суммы не дубль В. Да, мы всем переходим. Ну, потому что, короче, посмотрите, берете весь автомат. Считайте, сколько же буквы он прописан на всех стрелочках. Вот это отсюда . Я могу написать информально, где у вас есть переходы. для этого нам нужно построить с вами на любую машину ту, уметь строить для этого абсалл. нам, по сути, надо это уметь делать. То есть, множество всех цех пишет, до которых мы дошли байсом перевода. Утверждение, что это можно сделать за... Я не буду его доказывать. За почву из Пу на 8-3. Тут, наверное, даже еще можно использовать пункты написать. То есть, сам эту площадь, которую можно сделать, это запустить DFS в каждую из машин. Для того, чтобы найти все машины, которые находятся в универсальном переходе. Да? А знатоки алгоритмистики могут... А алгоритмистики могут... Алгоритмистики могут... Сколько 32 поделить? Именно силу... Это такой... Космонавтический... Да! Силу, сжатие будущего массива. Да. Это алгоритм проэнцитивного замкания графа. Слышали про него? Ну, только ассоциал, возможно, светлая цена. Так. А кто тут на 7 принимается? Понятно. 7-4 решили сбежать. Ну, просто они поедутого умеют. Заводь за... Главное, такое симптомы... И тут на 32. Вот, смотрите. Это первый алгоритм. Давайте... Вы, по сути, сфимизировали некоторым мерным конечным автоматом. Упражнение, что... Это же твоя реакция. Мы с вами вот эту точку... Уберем. Вот эту точку... Вот эту точку... Вот эту вот историю мы уберем с вами, а... И сделаем ее... Вот эту... Да, но... К сожалению... Вот эту... Вот эту точку... Силучиться. Хорошо, да. Теперь... Ага. Всем доброго дня. Мы продолжаем с вами некоторый сетап лекции. Первые половины лекции мы не записали. Наверное, я в описании под ютубом прикреплю ссылку на презентацию, вот, в которой это все вкратце рассказываю. Мы, по сути, с вами тут сидели и формально это все доказывали. Все эти переходы. Поэтому, кому интересно, можно потом либо у коллег конспекты взять, либо посмотреть презентацию и в качестве упражнения попытаться это математически все формально вывести. Сейчас мы с вами продолжаем. Мы поговорили с вами про алгоритм того, как по слову и однобуквенным... Автомат с однобуквенными переходами, мы можем с вами построить распознавалку. И мы поняли, что у него есть точка вот такая вот, где Q это мощность множества... Состояние и дельта мощность множества переходов. Вот. Из чего у нас возникает неоднозначность? У нас, на самом деле, возникает неоднозначность в двух вещах. Во-первых, идеальный случай, когда Q ката у нас состоит из одного элемента. То есть мы пришли из стартового состояния, у нас заранее есть определенный путь, и у нас Q ката сужается в одну вершину. И вторая неоднозначность у нас есть, может быть, неоднозначность такого рода, что из Q ката по какому-то набору ребер у нас мы переходим в Q к плюс один. И непонятно, по какому ребру мы переходим вот здесь. Нам надо идти вверх либо вниз, чтобы распознать все слова целиком. И как раз нам нужно с вами эту проблему решить. Для этого давайте введем класс автоматов, который будет теперь называться детерминированным конечным автоматом. И определение такое. Недетерминированный конечный автомат называется детерминированным. Если выполнен два свойства. Во-первых, в нем все переходы однобуквенные. А во-втором, что для любого символа существует у нас переход. Точнее, для любого символа, для любого состояния мощность вершин, мощное состояние из которых мы переходим в состояние Q, оно не больше единиц. То есть, по сути, де-факто мы с вами запрещаем вот такую вот историю. Так, какую часть доски можно стереть? Давайте левую, да? Да, мы, по сути, блокируем ситуацию, когда у нас есть два одинаковых пребрайда на вершин. Давайте, я нарисую. То есть, DKA у нас не может быть такой картинки. И давайте сразу обсудим, как у нас улучшится алгоритм. Вот это вот асимптотика. Время для распознавания слова принадлежности автомату. Из O от модуль V на вот это вот слагаемое во что превратится. Да, у нас вот эта вот история превратится с вами у нас в большое от длины слова. Так, кто это, кто в презентацию посмотрел? Либо кто, может быть, это, Нострадамус. А вот эта вот асимптотика во сколько у нас превратится? Да, она будет экспоненциальной. Так, по-моему, вот так вот, но я могу ошибаться. Может быть, даже больше. Вопрос. А почему мы так делаем? Тут сразу скажу, ответ не математический. Да, это делается всего один раз. Вспоминаем это. Понимаем, как это работает. Обычно делается так. Вы берете и задаете автомат переходами, а потом при помощи такого инструмента под названием кодогенерация… На технологиях программирования вы делали задание, связанное с кодогенерацией. Да ладно. Да ладно, там надо было скрипт на Python, который что-то делает при сборке CMake проекта. Ну вот, это кодогенерация. Вот. И по сути, что делается? У вас этот алгоритм приведения автомата детерминированного происходит на стадии кодогенерации, либо на стадии compile-тайма. Ну, а компилировать проекты, в принципе, можно там несколько минут, часов сделать один раз, а дальше это все гнать. По тому, как это у нас все работает. А? Ой, там нет, тут ошибок нету, там ошибки потом полезут в большом количестве. Мы до этой стадии еще не дошли. Вот там, когда уже пишется компилятор, вот там вот начинаются проблемы другого, более высокого ранга. Мы сейчас, по сути, с вами работаем с буквами. Вот. Мы еще до слов не дошли. Точнее, мы сейчас из букв пытаемся слова сделать. А потом мы во второй части курса, мы с вами будем из слов делать предложение. Вот. Это интересно. Итак, да. А, ну дополнительная память еще нам нужно будет. Для каждой вершины, потому что нам нужно будет хранить вершины. А вершин будет немножко больше. Если у нас мощность множества вершин была Q, то там это будет 2 в степени Q. Поэтому для каждой вершины нужно будет еще хранить ее айдишник. Да. Поэтому тут еще Q. Вот. Давайте разбираться, почему это так делается. И сейчас мы докажем теорему, которая, по сути, позволяет нам построить детерминированный конечный автомат по недетерминированному. Погнали разбираться. Значит, смотрите, идея такая. Давайте вот эти вот множества Q ката, которые мы с вами заводили, да, мы их переложим на множество. Да. То есть у нас теперь вершины автомата, это будут множество, подможество, множество Q. И, по сути, они будут декларироваться такое. А откуда мы до каждой вершины по какому-то слову можем добраться. Да. Стартовое состояние при этом будет мощность, множество состоящее из Q0, которое мы с вами, по сути, называли Q0. Раз. Второе. И давайте мы, важная еще особенность состоит в том, что давайте множество завершающих вершин обозначим те подможества, которые не пересекаются с исходным множеством вершин. Ну, то есть, смотрите, давайте я картинку нарисую. Вот, допустим, у нас было там какое-то множество вершин и какие-то из них были завершающие. И мы начинаем совершенно Q0. Дальше мы берем, переходим по какой-то букве. Мы приходим множеству Q1. После этого мы делаем еще один переход из Q1 по букве какой-то, там по букве B, допустим. Мы получаем какое-то множество Q2. И так далее. И дальше мы смотрим. Мы дошли до мощности множества Qn, если слово длины N, и дошли до множества вершин F. Вот, они завершающие. Угу. Если у нас вот это вот Qn пересекается с F в конце, то, значит, мы можем брать вот эту вот вершину и, по сути, с вами реплицировать путь, как из Q0 дойти именно до определенной вот этой вот вершины. Ну, поскольку у нас есть пересечение, то существует вершина, до которой мы можем дойти, прочитав это слово целиком. И тут, по сути, нам просто надо будет это все формально доказать, что такой автомат работает. Угу. А для этого нам нужно будет доказать следующий факт. Вот, мотивировка понятна? Вот картинка слева, как мы это, каким образом это устроили? Как раз, когда мы обсуждали алгоритм, да, у нас вот так уже напрашивались вот эти вот множества вершин, которые мы с вами строим. Итак, давайте посмотрим. Значит, нам нужно с вами доказать определенную лему, вот такую вот. Давайте я поясню, что это такое. Значит, обозначим F. Давайте я буду писать параллельно, чтобы у вас это было понимание. Давайте я здесь буду это писать. Это множество переходов. Да, у нового автомата. В третьем. Значит, это я просто обозначение. У нас дельта Sv. Это в автомате у нас исходном M. Это объединение по Q и Z. Дельта Q. Для определенного множества. И давайте сделаем переходы, как раз переходы для множества. То есть это у нас множество из S, A, которые переходят в дельта S, A. И теперь нам нужно доказать следующий факт. Что? Дельта. Что? Лемма. Дельта штрих от Q0. Вот это вот, смотрите. Это, если что, у нас вершина в Q, вершина в M штрих. В детерминированном конечном автомате, да? D равняется дельта от Q0. А это у нас не вершина, это у нас подмножество. Да, 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 да. Дельта W. И вот сейчас, на самом деле, этот факт заключается в том, чтобы доказать это утверждение по индукции. А индукция по длине слова. Так, база, слово пустое. Тогда скажите, чему равно у нас дельта от Q0 V. Да. Q0. Множество из Q0 только. Ну, а до какой вершины мы можем добраться из этого состояния? Тут, давайте напишу вот так вот. И поясню, почему это будет работать. Так как все переходы M штрих однобуквенные. Да, поскольку у нас все переходы в M штрих однобуквенные, то из вершины Q0, которая множество Q0 по Epsilon, мы никуда куда дойти не можем. То есть мы остаемся ровно в той же вершине, которая и была. Ага. Пока окей? Так, давайте переход оформим. где? А, это два в степень, Q штрих, это два в степени Q. Множко подмножить. Так, давайте переход построим. Переход. Давайте рассмотрим слово W, равное U A. A принадлежит Sigma, U принадлежит Sigma со звездой. Итак, давайте расписывать. Значит, что у нас такое с вами дельта от Q0 и U A. Утверждение. Смотрите, что это равняется дельта от дельта от Q0 U, A. А это пояснить надо? Да? Посмотрите, почему это вот так вот. Что такое у нас с вами дельта от Q0 A? Вот так вот. Это множество тех вершин, множество тех состояний Q, такие, что из Q0 по U A мы можем добраться по Q0 из Q и оставить пустое слово. Да, это определение множества дельта наше. Собственно, оно такое и есть. Дайте сейчас другой мел возьму. Итак, а теперь смотрите, что мы с вами с этим можем сделать. Тогда это означает то же самое. Вот по тому, что мы дошли до U A. Поскольку у нас все переходы на буквины, то мы можем сделать следующее. мы говорим, что существует такое Q штрих, что из Q0 по U A мы можем перейти в Q штрих по A и тут пройти по Epsilon. И тут мы перейдем в Q Epsilon. А вот это вот что значит? Вот эта вот вещь. Что мы из слова Q0 дошли до Q, прочитав слово U на входе. И значит, существует Q штрих, принадлежащее так, дельта Q0 U такое, что из Q штрих A мы можем дойти в Q Epsilon. Да? Ну вот этот вот переход как раз заменили, что это можно сделать. Да? Ну и тогда на самом деле всю эту историю просто можно взять и заменить на дельта. дельта, только тут множество. Вот. Q0 U и потом по этому всему еще пройтись по A. Вот. В общем, смотрите. Вкратце мы воспользовались транзитивностью свойства конфигурации автомата. Да? Вот. Хорошо. А теперь давайте скажем, что... Вот понятно, вот этот вот значок вопроса? Неа. Ну мы расписали вот эту вот историю с дельта Q0, перешли по UA, сделали переходы, переходы, переходы. По сути одну букву вынесли, по транзитивности сказали, ну, значит, мы можем сделать вот так. Это вкратце. Теперь смотрите. Распользуйтесь предположением индукции. По предположению индукции мы теперь можем сделать вот такую вот вещь. Дельта. Дельта. Штрих. Ну, 0U. И А. Это по предположению индукция. То есть у нас дельта заменяется на дельта штрих. А теперь смотрите внимательно. Вопрос. Теперь очень-очень аккуратно. Кто понимает, почему мы сейчас дельта можем заменить на дельта штрих? Вот здесь вот. Давайте для того, чтобы было понятнее, обозначим S как дельта штрих от Q0 и U. И тогда это расписывается как дельта от S A. Угу. Кто понимает, почему дельту на дельта штрих можно заменить? А еще на слайде есть подсказка. Да, потому что это по определению переходов, которые мы задавали в детерминированном конечном автомате. Видите? Мы говорим, что по S A у нас есть переход в дельта S A. Собственно, вот он, дельта S A. Да, этот переход, поэтому мы можем сделать здесь хитрую вещь. Мы можем сказать, что здесь дельта штрих будет S A. Определение переходов, перехода DKA. И тогда это у нас с вами чему равняется? Давайте я сотру. Это получается у нас дельта штрих от Q0, пройдя по U, пройдя по A. И опять же, аналогично по той же транзитивности, можно показать, только транзитивность тут уже будет по переходам. Будет у нас дельта штрих от U0 и UA. Делается ровно аналогично, как это делалось в том подходе. Тем самым мы с вами LEMU доказали по индукции. Да? Так, хорошо. LEMU доказали по индукции. Теперь давайте вернемся к доказательству теоремы. Значит, давайте посмотрим, что такое у нас с вами. Нам нужно доказать, что V лежит LEMU. Тогда и только тогда, когда V лежит LEMU. Мы это можем расшифровать так. То существует Q из F, такое, что из Q0 по V мы можем дойти в QE. Это то же самое, на самом деле, то дельта Q0 и V, а множество, состоящее из вершины Q0. Да, да, где есть хотя бы одна завершающая. Смотрите, существует вершина Q завершающая. Это значит, что у нас вот эта вот история имеет не пустое пересечение. То есть мы дошли до какого-то ребра по всем путям, и хотя бы один из них дошел до непустого конечного пересечения. Теперь смотрите, еще один важный переход. который говорит, что можно сделать вот так. Давайте вместо этой штуки навесим множество. Это такой лайфхак. Скажите, почему мы можем сделать лайфхак такой? То есть взять вместо вершину Q0, взять множество Q0. Ну да, смотрите, по вопросу, чем отличается дойти от одной вершины, от того, что мы идем из множества, которые состоятся с той же самой вершины. так вообще ничем, поэтому мы просто можем переписать. А теперь смотрите. Вот это вот по леме, LM, дельта штрих Q0, V, D, пересечь F, не равно пустому множеству. Да? Ну это по леме. А теперь смотрите, дельта штрих Q0, F, это вообще какое-то, это какое-то состояние в новом автомате. Давайте обозначим T как дельта штрих от U0 и V. Да, и тогда у нас получается вот то же самое, что T пересечь F штрих не равно пустому множеству. Товарищи, а теперь скажите, что это значит. А? Ой, никак, никак, это и это. Это бред. Ну на самом деле я вам заспойлерил. Что мы теперь можем про T сказать? Да, оно лежит в F штрих. То есть смотрите, что у нас получается с другой стороны. То T, это то, как мы можем дойти от стартовой вершины в новом автомате до, прочитав все слово целиком, и оно лежит в окончательном состоянии. Да? Ну, по аналогичному мы можем написать, что дельта штрих от Q0 штрих слово целиком V принадлежит F штрих. вот так вот мы это можем написать, где Q0 штрих – это… это вот как раз наше новое стартовое состояние. А это что значит? Это значит, что слово V принадлежит в автомате распознаемый автоматом и штрих. И на этом доказательство всего факта завершается. То есть тут просто корректно оформить переход по множеству к множеству. Важные два аспекта, на которые я хотел обратить внимание. Это раз – переход по лейме, и два – замечание, что мы вот здесь вот можем навесить к вам про множество. Начок множества. Понятно ли доказательства теоремы? А? Все, хорошо. Ну и теперь вы понимаете, откуда берется экспонентом в алгоритме построения детерминированного конечного автомата. Потому что, собственно, у нас множество в состоянии, как минимум, такое. Что, сделаем разгрузку на конец лекции. Все, самый сложный материал сегодня закончился. Я хочу вас обрадовать. Давайте дальше. Да, идея такая, это мы с вами проговорили. Время о распознавании теперь о длины слова. Дополнительная память о логарифт, потому что нам нужно хранить айдишник, вершина. Время построения автомата о 2 в степенику. И столько порядка состояний. Итак, еще одна вещь, которая нужна. Это, сейчас мы поговорим про то, как автоматные языки замкнуты относительно теоретика множественных операций. Смотрите, давайте определим итерацию клини для языка k, как объединение k степеней, пока от нуля до бесконечности, l в степени k. Мы уже с вами определяли. А теперь смотрите, давайте определим полный, детерминированный конечный автомат. И для него выполнено вот такое вот соотношение. Вопрос, в чем он отличается от классического определения dk? У нас по каждому переходу, по каждой букве есть переход. В каждом состоянии по каждой букве есть переход. Вот, в этом и заключается полнота. Есть ли у вас идея, как из dk можно построить полный dk? Да, нужно добавить вершину токовую, вы, которая добавит все переходы. У меня, по-моему, даже картинка есть по этому поводу. Да, доказываем такое вот утверждение, что у любого dk существует такой по dk, что это, что они языки совпадают. Тут это. Строим стоковую вершину и добавляем все переходы из вершин по недостающим буквам. А сейчас вы можете не понять, но эта картинка вам все покажет. Так, я не знаю, видно тут красный цвет? Вот. Вот. Смотрите, у вас была такая картинка слева, а стала такая картинка справа. Да, то есть вы берете, рисуете новую вершину qs, которую мы называем сток и рисуете все переходы по этой вершине. Так, давайте проверим, давайте ли у нас новые слова. Да, но смотрите, в чем особенность стоковая вершина, что если мы в нее попали, то мы из нее выйти дальше не можем. А она не завершающая. Да, тут прикол-то в том, самый прикол в том, что из стокового вершины мы как раз выйти не можем. И за счет этого мы и достигаем необходимого нам требования. Вот, картинку, я думаю, можете, кто пишет конспекты, можете оставить картинку и зарисовать потом ее в конспекты своих лекций. Вот, это будет хороший пример. На семинарах вы на контрольных будете это часто делать. А теперь мы при помощи этого факта можем доказать следующую вещь. Мы можем доказать, что автоматные языки замкнуты относительно конкатенации, объединения, пересечения, итерации к линии и дополнения. Смотрите. Поехали. Сразу скажу, что мы рассматриваем НКА ровно с одним завершающим состоянием во всех дальнейших картинках. Да, это ваш. То есть у нас везде один крестик будет. Итак, поехали. Конкатенация. Значит, смотрите, у нас будет два автомата М1М2. Один красненький, другой зелененький. А я перехода не обозначил, да? Вот негодяй. Вот скажите, вот это вот черненький переход посередине, он по какой букве идет? По ипсилам, да. Тут везде будут переходы по ипсилам, если я их не нарисовал. И приношу извинения в новой версии лекции, я их добавлю. В новой версии презентации. Что-то я не доглядел. Итак, объединение. Давайте подумаем. Какую картинку хочется рисовать для объединения? Да, вот как в физике говорится, это у нас последовательное соединение. Давайте построим параллельное соединение. Да, давай в новом начале, ипсилам перехода. Да, и еще важно, чтобы эта частота картинки была с одним завершающим состоянием. Да, нам нужно еще это, в конце сток сделать по ипсилам переходам. Я просто не рисую. Хорошо. Итерация клини. Да, по циклам гулять. Опять же, классическая задача есть того, что… Вот, я тут нарисовал. Это так выглядит. А классическая история случается в том, что нельзя в этом автомате ничего лишнего рисовать. Да, кстати, вот видите, сразу обращу внимание на картинку, что красная – это завершающая в исходном автомате, да, она не будет являться завершающей в этом… В новом построенном автомате, это просто нотация, что… Так, хорошо. Пересечение. А вот это интересный факт. При помощи автоматов можно строить пересечение двух автоматов языков. Значит, делаем это все для однобуквенных переходов. Важно. Здесь у нас не одно завершающее состояние, а несколько. Что вы делаете? Вы берете две вершины. И вот, смотрите, две вершины там, две вершины там. И строите декартовое произведение, да. То есть Q01, Q00 – это вершина будет Q00. А Q1, Q10 – это такая. Видите, я даже отобразил по горизонтали первый автомат, по вертикали второй автомат, чтобы было понятно. Угу. И переходы мы где проводим? Давайте поймем, почему у нас переход есть из Q00 в Q10. По А. Да, смотрите. Как это понять? Вот, смотрите, вот здесь у нас из нолика переход в единичку, поэтому здесь из нолика в единичку, а здесь у нас из нолика переход в нолик. Угу. Угу. То есть у нас переход во втором автомате появляется в том случае, если у нас был переход, оба перехода в первом автомате, главное айдишники вершин сохранять. Айдишники, если что, это уникальный идентификатор. Вершина в автомате – это такой жаргон. Да. Ну, как видите, здесь может быть некоторое множество лишних вершин. Так. Дополнение. Тут я хочу вам оформить подсказку. А? Да, да. Ну, допустим, у нас все слова, у которых количество буква кратно трем, да? Дополнение – количество буква не кратно трем. Дополнение. Вопрос. Зачем мы это? Какую историю мы специально вводили для этого? Давайте попробуем. Да, смотрите, если у нас есть полный автомат, то мы по-любому слову докуда можем дойти, да? Значит, смотрите, если слово лежало в автомате, да, то если мы эту вершину, в которую мы пришли и завершающие сделаем, не завершающие, мы в нее не придем, да? А иначе мы в нее это… придем. То есть, либо мы оказались где-то по… не в том вершине, либо в той. То есть, важное свойство полного детерминированного автомата заключается в том, что мы всегда по слову докуда дойдем, да? Если не дошли до завершающей, давайте сделаем доход до завершающей, иначе нет. Вот. Строим ПДК, меняем завершающие состояние и не завершающие между собой. Опять же, формально-математически это можно оформить. Давайте не будем этим заниматься. Мне кажется, вы и так сегодня устали от формальных математических этих… Итак, вопрос. В чем проблема автомат? Давайте подумаем. Вот вы оперируете языком автомата? Они очень сильно разрастаются. Вот… Вот скажите… Вот множество всех слов, которые заканчиваются на «а». Да? За какое время вы построите автомат? Ну, прикидываю, прикидышно, припадышно. Ну, видимо, поскольку идет молчание, то вы его не сразу построите. Ну, недетерминированный. Давайте начнем с ней… Ну да, а если там я еще какую-нибудь парочку свой закинул? Тогда сложно. Хорошо. Поскольку вы были уже на семинарах, и у всех был первых, как минимум один семинар, при помощи какого инструмента мы, в принципе, можем какие-то простые свойства задать? Да, мы при помощи регулярных выражений можем достаточно все эффективно задать. Поэтому давайте я тут проясню. Автоматы – это вообще то, как понимают компьютеры. Жизнь на земле. Да, то есть автоматы – это представление компьютеров. Наше представление – это представление в виде регулярных выражений. И сразу скажу, что когда пишутся компиляторы, то используют язык задачи именно регулярных выражений, потом под капотом идет конвертация в автомат на языке. И еще одна особенность – привыкайте сразу. В компиляторах в автомате вершины не все являются. Точнее, там может быть больше одного типа завершающих состояний. В зависимости от того, что мы распознаем. Число, слово, там, не знаю, ключевое слово и так далее. Ну, это особенности компиляторов. Итак, регулярные выражения, Женя, является нашим механизмом. И давайте как раз вспомнить, что у вас на семинарах было. Определение рекурсивное. Значит, я тут такую табличку рисую. Если у нас регулярное выражение 0, то язык задаваем им пустой язык. Да. Единичка. Ну, это у нас множество из пустого слова. Символ алфавита. Множество из этого символа. Ага. Плюс. Объединение. Кокотенация. Итерация к линии. Ага. А теперь давайте вот последний вопрос на самом деле. Дайте еще буквально минутку займу. Зачем мы доказываем знак, то есть относить операцию для автоматных языков? А? Нет. Еще есть один практический пример, практический смысл. Да. На самом деле мы можем доказать, что множество языков, задаваемых регулярным выражением, совпадает с множеством языков, задаваемых автоматным языком. И первый факт, который мы хотим доказывать, это вот такое. Множество регулярных языков совпадает с множеством автоматом. Индукция по построению регулярного выражения. База индукция какая? Что нам для базы индукции надо доказать? Какие автоматы построить надо? Первые три. Ну давайте, давайте даже это упражнение добьем. Автомат, кстати, с одним завершающим состоянием. Для пустого слова, для пустого множества, это какой автомат у нас будет? А? Утверждается, что вот такая вот пойдет. Да, мы от этой вершины до этой добраться не можем. Это нолик. Для единички какой автомат? Ну можно хоть как, давайте вот так сделаем. Ага, и для одного символа. Один переход. А индукционный переход мы по сути по факту с вами нарисовали уже. Все, тогда спасибо всем. В следующий раз мы поговорим про доказательство в обратную сторону. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ну вот я сейчас подключаю.